Девушки отдыхают В Танской области огромное количество танцевальных коллективов, но именно ваш пример вдохновляет по-особенному. Все началось 4 года назад с небольшого выступления на студенческом мероприятии, и уже в этом году вы стали победителями «Черного кота» в номинации «Фолк». Да, ну все началось очень эпично у нас, потому что первый раз мы выступали без нашего руководителя, без Кати. Она опоздала буквально минут на 5, наверное, да, она выступала в другом месте и ехала очень долго. Так получилось, что мы выступали втроем без нее, и первый, так сказать, блин у нас получился немножко комом. Мы не очень хорошо выступали, нас все равно взяли, и потом мы уже выступали на посвящении всеобщем, посвящении Маргу, и там мы выступали уже с Катей, но без другой своей участницы, без Даши. В общем, в четверо, в нормальном полном составе, у нас было четверо изначально, мы собрались раз, наверное, на пятый, мне кажется, на «Ломающем таланты», наверное, когда нас отправили от института. Там мы неплохо выступили, да. Но когда мы выступали на всеобщем посвящении, мы не думали, что мы займем какое-то место, потому что у нас, так сказать, был не формат, тем более посвящение проводилось в клубе. А у вас было очень лирическое выступление. А у нас был номер, естественно, со смыслом, своей нашей манерой. Может быть, эта манера как раз тогда у нас и зародилась, и многие говорят, что у нас есть какой-то свой стиль. Ну, хотя мы не знаем, каков он. Ну, есть, наверное, какой-то. Вот. И очень приятно, что люди отмечают, что у нас есть этот стиль, и что мы его придерживаемся, и что нас по нему можно узнать. И как раз тогда за кулисами решалась судьба вашего коллектива, да? Быть или не было? Ну, как решалась? Вы просто решили, что если мы выиграем, да, то коллектив будет, а если нет, то все, да. Видимо, судьба. Кому-то больше надо было. Значит, получился танцевальный коллектив. Какие были планы на него? Ого. Никаких. Сначала мы просто выступали в свое удовольствие на мероприятиях. Мы так и продолжаем выступать. Да, мы в принципе сейчас продолжаем выступать в свое удовольствие, у нас никаких конкретных планов. То есть черного кота даже не было нигде? Ну, он до последнего стоял у нас под вопросом, потому что, ну, так сложились обстоятельства, что в этом году мы не смогли вот прям взять и отвести время. Для подготовки к черному коту. Ну, и поэтому он так спонтанно. Ну, вообще, наш первый год был достаточно плодовительным выступлением, потому что нас очень часто где звали, но это было тоже очень приятно и, может, даже неожиданно. Ну, видимо, мы были здесь, может быть, успешно где-то немножко. Нам просто это нравилось, мы получаем от этого удовольствие и поэтому продолжаем выступать. Какая награда была следующей? Ну, вот прям значимая, наверное, Дыхание города. Да, мы на Дыхание города пошли, смешиваем какие-то вторые, первые места занимали, а потом совсем у нас эпический момент был, когда мы на третий год существовали, взяли гран-при на Дыхание города. Это было вообще для нас неожиданно, мы даже не поняли, что нас назвали. Очень неожиданно. Мы нас называли раза три или четыре, мы не выходили к тому, что мы сомневались, что это нас назвали. То есть вы думали, что есть второй такой же коллектив? Мы подумали, может быть, нам послышалось, может быть, это не гран-при, может быть, это что-то еще. Но это было очень неожиданно. Вот столько эмоций, вот это, наверное, после посвящения, это вот первое такое вступление, где мы опять получили просто море эмоций. Эмоций, да. Вообще. Ну, собственно, ради этого все, ради этих эмоций делается. Так незаметно мы подобрались к черному коту. Вы уже открыто всем заявили, что не готовились к нему, но победили. Не, ну в этот год, ну как не готовились? Я вам так скажу. Ходит, значит, иногда бывает, что про нас говорят там, что вот что-то собрались, быстренько там за месяц номер слепили и пошли и выиграли. Но это не так. На самом деле это не так. У меня очень долго зреют номера. Это все не так просто. Вот этот номер год во мне переваривался, собирался. Нужен там, например, месяц или две недели на то, чтобы его собрать, там, расстановку сделать. Ну да, чтобы мне там можно сделать. Не нужно для этого номера. Да, и то. Ну как бы в этот раз как получилось? Мы просто ставили номер для другого мероприятия, да? Да. Ну просто получилось, что я хотела на кота сделать этот номер. Ну как бы он у меня к этому готовился. Но получилось так, что попросили помочь в мистере РГУ. И как-то так, ну спасибо моей маме, прекрасной, чудесной женщине. Она шьет нам костюмы. Бесплатно. Бесплатно шьет нам костюмы. Вот очень помогает идеями всегда очень много вообще. Ей, конечно, огромный. Вот с ней мне очень повезло и нам всем тоже. И она мне предложила, а вот у тебя номер-то был, вот ты думала, может быть вы его и совместите как-то с этим мистером. И тут я прям вот подумала и поняла, что это вот то, что нужно. То есть он был, но он не был додуман настолько, чтобы вот он целиком был готов. Но когда я увидела Евгения Челяева, которому нужно было помочь, я поняла, что это его роль. У меня сразу все легло просто как надо. И получилось очень удачно. И получилось так, как получилось. И потом вы решили тот же номер отдать и на черного коту. Да, потому что изначально мы хотели его туда. Да, у нас изначально не был как бы номер, так что мы готовились прямо к черному коту. Не было. Мы вот поставили номер на мистер РГУ. И все равно даже потом сомневались сети не идти, потому что у нас еще были другие проблемы. Там личного характера. И все равно мы пошли. И, между прочим, вообще очень удачно у нас все получилось. Мы счастливы были. Мы опять-таки не шли ни за какими победами, ни за чем. Мы просто выше на сцену, получили удовольствие друг от друга. А вот этот танец танцевать настолько счастье, это просто невозможно. Есть танцы, которые сложные. Танцужный муж Гостом быстрее бы закончится, уже сил нет. А этот танец, когда ты понимаешь, что Гостом уже заканчивается, ну может быть еще хочется еще. Есть момент, когда мы в номер смеемся, просто голос на сцене, потому что невозможно дальше. И, конечно, когда зал вот столько дает тебе эмоций, вот это счастье на самом деле, когда ты чувствуешь, что настолько люди... Да, когда поддерживают, хлопают. Это нереально. Детишки маленькие. Ради этого и стоит это все делать. Мы очень счастливы были в этот раз. И мы опять же таки, опять нас пять раз объявили, мы не слышали, потому что мы не ожидали. Катя до этого сказала про проблем личного характера, поэтому очень хочется спросить. Ваш состав неоднократно обновлялся. Это как-то отразилось на климате внутри или на ваших танцах? У нас достаточно всегда положительный климат. Мы, конечно, там ругаемся, безусловно, мы живые люди. Просто мы всегда, если мы говорим что-то, мы говорим это в лицо, у нас нет такого, что мы говорим за глаза. Мы всегда стараемся друг друга выслушать, и все равно находим какой-то консенсус, компромисс, чтобы не было, в общем, каких, так сказать... Ну, что является особенностью нашего коллектива в том числе, мы изначально зарождались, как мы дружили вчетвером. И как бы, ну, в основном все люди, которые к нам приходили, как-то мы тоже были все в очень дружеских, близких отношениях. И многие, как бы, ну, тоже со многими разговариваешь, они говорят, что вот, когда перерастает в какие-то понебратские отношения, там у тебя в коллективе бывает много проблем. Вот сколько мы живем, конечно, бывают проблемы, но мы, наоборот, может быть, даже за счет этого как раз и можем преодолевать эти проблемы. Нам это удается сделать. Это не в минус идет, а в плюс нашей дружбы. И, как бы, безусловно, как бы с новыми людьми что-то меняется, но в целом все равно все так, как нам нравится. И мне кажется, не было такого, ни одного мероприятия, в котором мы участвовали или проводили, чтобы мы проводили как-то поодиночке. Ну, постоянно, то есть, если мы за что-то беремся, у нас все сразу туда влияют. А сейчас у нас еще вообще новый составчик появился. Да. Про это тоже хочется услышать. То есть, теперь параллель не одна, а их несколько. Ну, их не несколько, у нас просто как молодежь. Ну, новый состав, ну, мы молодежь называем, да. Ну, просто молодой состав ребят. Мы провели в этом году набор, вот, в октябре. И пришло достаточно много новых, инициативных, молодых, активных ребят. Вот, с ним было очень, ну, сложно работать, потому что мы, наверное, первый раз столкнулись с таким опытом, чтобы набрать такое большое количество людей и попытаться вот их чему-то научить тому, что мы умеем. Ну, безусловно, этот опыт нам много удал. Ну, тяжело учить. Тяжело учить тому, что мы умеем, потому что у нас есть база, а у них нет. Ну, да, в этот раз так получилось. Ну, не все, безусловно. Не всех, да. Но в первый раз вообще никогда не занимались танцами. И, безусловно, мы много пытались там им дать за счет нашей атмосферы коллектива, тоже какие мы веселые, какие там мы активные, вот. И, как бы... Я слышала, что там очень жесткая дисциплина у вас. Нельзя совершенно пропускать занятия, например. Ну, потому что занятия, как бы, нельзя пропускать в плане того, что когда начинается постановка номеров, делается, как бы, расстановка людей по местам, где они должны стоять. И если кого-то одного нет, теряется рисунок. И очень сложно скомпоновать куда дальше. И когда мы начинаем постановку танца, тут недопустимый пропуск. Ну, безусловно, конечно, мы добились какого-то результата. Мы выступили на студенческой весне с новым номером, которым мы специально поставили, ну, как бы... Для молодежи. Ну, с их участием, вот, безусловно. Вот. И я считаю, что для первого раза очень неплохо. Если вдруг кто-то сейчас услышал о втором составе параллели и хочет к вам присоединиться, это возможно? Пожалуйста, конечно, мы всех ждем. Безусловно, мы ждем. Молодежь к себе. И о чем может мечтать танцевальный коллектив, если у него в копилке уже и черный кот, и всевозможные фестивали, и даже уже молодняк подрастает? Мы считаем зарядить людей той энергией, которую мы передаем в этом танце. Да, просто хочется, чтобы вот людям принести, да, какие-то чувства, чтобы они поняли, что вот они молодцы. Чтобы не просто мы вот номер поставили и все там похлопали просто. Чтобы люди получили удовольствие от того, когда мы выходим на сцену, они нас видят. Мы пытаемся максимально этого добиться. А мы, в свою очередь, как зрители, будем получать удовольствие от вас. Я напоминаю, что это была информационная программа «Семь минут» и Леонор Мьянкова и танцевальный коллектив «Параллель» рассказывали вам о том, как легко и просто можно стать звездами Рязани. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин